какой-нибудь хлопок дай нам давай надо настраивать звук как я говорю все хорошо владимир давайте вот начнем поскольку через ваш театр проходит много очень молодых современных авторов можете вы примерно сказать о тенденциях современной поэзии какие-то ее основные черты особенности меня зовут владимир антипенко я руководитель театра поэтов послушайте послушайте с восклицательным знаком то есть выходит человек на улицу в метро где угодно говорит и люди идут послушайте и если после этого когда он читает стихотворение люди останавливаются его слушают значит в принципе он способен выступать в театре поэтов послушайте что касается современной поэзии бог его знает никто не знает тут можно только субъективно оценивать то есть у каждого так сказать своих поля которые он окручивает но я имею ввиду данном случае я как то что связано со сценическим со сценическим воплощением поэзии то что я наблюдаю очень много интересного и по стилю написания у авторов в чем дело содержание содержание она очень многое часто однотипно мир плохой я там значит хочу там целоваться обниматься и меня не любят да в принципе то есть а по сама написали то как сделать интересно мне очень очень многих нравится но люди молодые вырастут и другие появятся философские внутри видов этих пазы есть какие-то именно общие черты именно вот в стиле написания у молодых современных авторов нет только содержать начать в стиле стиль он определяется еще в школе когда люди людей заставляют изучать классиков пушкина сейчас наверное уже мандельштама цвета его изучают и люди естественно подражают каким-то образом этому написанию но здесь я не вижу ничего плохого а кто не подражает тот подражает неким символом сейчас современным вере полосковой там или еще кому-то ну и что человек зато делает это талантливо какая разница пройдет время он все равно будет писать так как ему интересно я вообще считаю что нужно сочинять каждое стихотворение чтобы это было удивительным каким-то фактом биографии судьбы и мира то есть я не приемлю когда человек вот если я три стихотворения прочитаю вот тогда вы поймете какое поэт нет ты одно стихотворение сделай и вот тогда если этим стихотворением ты пробил так сказать нас зрителей слушателей тогда ты поэт для меня но в основном они именно как-то классиком подражают или стараются отходить от жестких каких-то форм пусть это решают те зрители и видео зрители которые участвуют в моем проекте имеется думаю же в интернете все это выкладываем нас как свой своеобразный телеканал получается как раз следующий вопрос до тв поэзии назвали проект этого поэзия ну там появилось лет пять даже назад отчасти когда мы еще театр поэтов послушайте был на пушкинской девять там у нас был пятилетний театральный сезон и где-то в середине этого сезона пришли люди с видеокамерами стали все снимать мы поняли что поэзию надо снимать потом людям показывать интернет тоже подтянулся стали стал быстро более быстрым и соответственно возникла идея она не только у меня она везде каждый второй первых даже открывает собственные телеканалы как месяц в интернете до интернет варианты дальше уже дело технологии продвижения и насколько интересно то что ты делаешь у нас есть свой зритель но вот зачем записывать стихи на видео только для привлечения то внимание но это исторические события все равно в нашей жизни имеется ввиду вот сейчас в это время в петербурге ну и не только вообще в россии в мире да не только нефть качали но и поэты вот сочинившие стихи дарили себя миру это тоже вы интересный хороший факт жизни человечества сам проектовая поэзия он я вот так назвал 2011 2012 но проект называется тв поэзия ситуация том что пришли в конце концов к тому как говорится знаменателю к такому что гораздо интереснее когда даже зрители участвуют в процессе сочинения как бы сценического сочинения стихотворения исполнения поэтому это все равно сочинение стихотворения заново каждый раз он должен заново это проживать и как будто только что это сочинил тогда это интересно а не просто сидеть и бумажки бу 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 мне так неинтересно поэтому я создал но после этого у нас происходит обсуждение причем даже вот реально в зале и мы провоцируем и это вот все называется проект тв поэзия в общем то когда я его придумал слова тв поэзии мне сказали да ты чё такой банальщина для команд будет нужно видеть нужно вообще как относитесь к новым видам аудио поэзии видео поэзии почему в этом так много в интернете и и даже тот же феномен модных поэтесс таких как там вера полоскова в диске почему это все так популярно значит ситуация вот чем еще иосиф бродский тоже также в интервью кому-то на видео говорил что когда он ездил на дачу канни ахматовой кань андреевна она уже была в возрасте и он особо и даже не знал кому он есть ну какой-то поэт он ее не читал она ему книжку давал все время книжки того и вот один раз как-то возвращаясь с дачи он взял эту книжку и вдруг вот в поезде ему вот есть стихи так сказать вошли в него и он понял да это поэт это один из методов когда мы понимаем что современная поэзия становится какой-то вот нашим внутренним и это действительно нужно ну или классики потом как а второй момент это когда и этим моментом пользовались особенно 20 начале 20 века поэта серебряного века скажем тогда вот и футуристы они исполняли стихи на публике почему потому что современная потому и современное что она не всегда понятно да вот рабочие заводы говорили владимиру владимировичу маяковскому он сам писал об этом воспоминаниях что вот владимир владимирович мы когда читаем глазами мы не понимаем что там написали вот я возьмите прочитайте но так написано но когда вы исполняете то нам это нравится и мы понимаем то есть почему то что они в школе проходили других, ну, если у них была школа, ну, первые начальные классы всегда были, только к чему сейчас стремится государство, ну, ладно, сделать только начальную школу, и все. Значит, они в школе изучали другие стихи, какими должны быть стихи. И, видя что-то новое, не у всех мозг перестраивается, понимаете, не всякий человек способен. А когда живое исполнение, через автора, через его переживания можно вдруг услышать эти тексты, и потом глазами уже понять, что, да, это здорово. Поэтому это развивается и процветает. Вот так. Ну, и плюс это век технологии. Раньше что было у нас? На камнях высекали, да, потом папирусы, бумага там, все это сохранялось. Сейчас можно на видео также сохранять спокойно поэзию. А печатается сейчас поэзия? Раскупается? Или теперь все? Аудиодиски? Вы можете ходить и через меня вообще на все вопросы получите ответы. Откуда я знаю? Я занимаюсь вот этим видео, так сказать, продвижением той поэзии, которая у меня звучит в моих проектах. По слухам, ну, как бы с теми авторами, с которыми я сотрудничаю, они что-то издают. Плохо с этим делаем очень. А нужно ее вообще печатать, если теперь... Печатать книги нужно обязательно. Это никуда никогда не исчезнет, когда человек с книгой наедине, и вы сами это знаете. Никакие вот эти фейсбуки, ноутбуки там, или вот эти вот как их там, нетбуки или что-то такое, они не заменят. Ощущения совершенно другие, когда с книгой ты вот... Это будет всегда. Так же, как раньше говорили, вот, появилось кино, исчезнет театр. Он не исчез. Это другой вид внутреннего ощущения, когда ты находишься вот в этом пространстве, ну, вот с этой книгой и так далее. Просто почему так происходит, что аудиопоэзия становится популярной? Может быть, читатель превратился в слушателя, и он просто обленился настолько, что он не читает, ему проще включить Веру Полоскову и сидеть в интернете? Ну, я вам скажу, что тоже Веру Полоскову есть, у нее огромная группа, и там куча почитателей, и читают именно, знаете, вот в этих сообщениях, там, в постах, и читают. А слушают еще больше? Откуда вы знаете? Там нету статистики по аудиозаписи. Я думаю, что... Нет, я вам клянусь, что слушают гораздо меньше, потому что Вера Полоскова средне читает стихи, вот для меня, вот исполнение. Исполнение не ухромает, но сейчас лучше стало. Все слушаю. А вот в вашем театре, вот на этих чтениях, для вас что важнее в авторе? Именно текст или его подача? Ну, понятно, за что я вам отвечу. Важно и текст, и подача, правильно? Это же понятно дело. Но ситуация в том, что, в принципе, театр поэтов, да, зрелище поэтов, да, человек придумывает некий сценарий, да, в данном случае стихотворный, к тому, что он хочет миру высказать. Это вполне могут быть даже не стихи, но в поэтическом жанре. Приходите в театр поэтов и послушайте вот именно в нашем проекте. Я сейчас буду слушать великих поэтов, которые навсегда... Может быть, оно и так, но вы там выберите, кто для вас будет великий навсегда, потому что у нас много выступает. Это раз. А второе, то, что человек еще... Как бы, надо приходить именно слушать вот эти вот, скажем так, мини-спектакли, даже вот в одном стихотворении заложенные, когда человек выдает. И он это делает не для того, чтобы вот... Я это все время говорю, что не надо здесь публиковать свои стихи. Придите с внутренним порывом что-то рассказать людям о себе и вот о своих впечатлениях. А поскольку люди творческие, это всегда интересно слушать. Поскольку через фильтр меня все проходит, все равно, да, то есть редко, когда что-то, фигня какая-то выскочит на сцену. Выскочит, так мы ее тут же обругаем. А иногда ругаем хорошее, ну так, специально так, а потом, чтобы видеозритель не соглашался с нами и говорил, ой, какой ужасный ведущий, чего же он всех перебивает и так далее, понимаете? А на самом-то деле, это именно для этого и делается, чтобы вызвать эмоцию. Искусство должно вызвать эмоцию в другом, да, какие-то ощущения, переживания, сопереживания. Вот, поэтому на наших видео, которые делаю я, вот, скажем, как бы, смотрящий, он чаще может со мной не соглашаться. И я специально это делаю. Но не все понимают, но некоторые, для некоторых это дико. Авторов? Даже не для авторов, все предупреждены. Всегда. Они все знают, что их могут перебить в любой момент. Все, продолжай. Это монотонное чтение стихов, в принципе, в ритме каком-то, это возможно, это нормально, и какой-то зритель только так и может это воспринять. Но в большинстве случаев, конечно, наш зритель, тот, который любит некое такое уличное чтение, даже в каком-то смысле. Но это когда именно перформансы, когда мы делаем некие спектакли, даже сейчас иногда возникают, мы только возродили этот процесс после трехлетнего перерыва, там уже возможно создание какой-то атмосферы, тихо, но это уже другое, это уже театральные фишки, а не поэтические. Поэтому здесь это зависит от зрителя. Насколько вот, если вы, может и перебивать, да, для кого-то, и заслонять, манера исполнения может заслонить стихотворение. И человек нифига не услышан. И я сам-то тому пример. Вот я тогда Макса Кули обругал, а я текста не услышал, а я слышал манеру исполнения. Ну, вот, слышим, такой вот это, никак, никак, никакая такая. Я к Лёше Никонову хорошо отношусь, я его уважаю, люблю. Мне только не нравится, что он мат выкладывает, а хорошие не так часто выкладывают. Очень гениальность. Но, и вот я слышу, а текста не слушаю. Я ухожу, что это за лирик, кто обещал лирику. Потом на видео сижу, смотрю, а там у меня же внутри другое было ощущение, когда я здесь в процессе. А потом я на видео уже, как зритель смотрю, а действительно лирик, и мне нравится, как он это делает. А он мне пишет, Володя, а что, я самый лучший, а ты меня обругал. Ну, вы понимаете, вот так. Я тоже ошибаюсь очень часто. Я делаю выводы, я искренне подписал, Макс, извини, под всеми видео, где там это было вложено, что я не прав. Ну, просто может быть такое, что текст сам по себе какой-то пустой, а зато театрализация настолько привлеченна. Пустой, не пустой. Не проходит от сев, так что не допускает. Пустой, не пустой, все равно решайте вы, вот те, кто смотрит. Или я, когда на начальном этапе отбора. У человека может быть, ну, вы поймите, что вот сколько людей, столько, особенно вот в среде интеллигенции, вот я глаз к ней причесаю, интеллектуальная интеллигенция, интеллектуальная, еще не творческая, да, есть интеллигенция, просто вот такие, отучились тупо, и все там, вышли замуж, и все, живут там, как обычные обыватели, быдло в каком-то смысле. Я тоже быдло, чуть-чуть, чтобы не это так, понимаете, вот, ну, иногда бывает, да, но я могу себя переключить. А вот именно люди, которые интересуются миру, вот для них, как бы, вот они каждый решает, вот мне это нравится, а мне это, а мне то, и это нормально, понимаете, вы, даже когда в еде, у вас все равно есть предпочтение, да, а это пища для души, для ума, для чувств, для всего. И здесь невозможно, если это будет удовлетворять всех, то это будет такой совершенно пресный борщ, который непонятно, да, он всех накормит, но он никому не вкусный, понимаете, вот и все. Но на ваш взгляд. Я понимаю, о чем вы говорите, вы хотите сказать, а вот есть ли там, почему вот у вас слабо, это вы так считаете, а я некоторых, например, не считаю слабо. Почему? Потому что они, допустим, в начале пути, да, там очень много факторов учитывается. Человек может быть в начале пути, человек может выбрать, когда, допустим, несколько раз выступил у меня, а потом я уже не проверяю, что он там готовит, и он вдруг раз в какое-то проскочило что-то, допустим, слабо. Я потом ему в личном сообщении напишу, там, я даже иногда здесь не буду подвергать это, ну, какой-то критике. То есть у нас такой, понимаете, вот субкотел, здесь мы варим, да, в котором каждый может себя, как бы, скажем, проверить, даже не на вшивость, а именно проверить на самого себя. Вот так я бы сказал. Можно вам такое вопрос задать. А знаете, в чем самого себя? А именно в том, а надо ли мне этим вообще заниматься? На это надо тратить время, надо стараться что-то придумывать, там, приходить, в конце концов, да, на это самое, вот. А потом оказывается, что я хожу-прихожу, а никто меня слушать не хочет. Надо ли этим заниматься? Ну, а поэт, по вашему мнению, это кто? Вы еще спросите, кто-то, Бог, кто, да? Ну, вот ваше личное... Есть два понятия, да, поэты для меня. есть, если мы идем по улице и видим человека с кисточкой, да, художника, мы говорим, художник стоит, мы не знаем, что он там нарисовал, хорошо или плохо, но мы видим, вот художник с кисточкой, мольберт. В таком тоже ключе, если человек сочиняет стихи, ритмизирует тексты, душу вкладывает, это поэт, да? Вот, если я вот, если по такому принципу, да, ну, я вам объясняю, есть два варианта. есть поэты, как великий поэт, то есть, ну, великими там назовут, назовет время там, или вот сейчас каждый из зрителей, да, кого-то из поэтов, будет ли это, нужным, скажем так. И есть, наверное, тогда еще третья категория, хотя вот две, а видите, еще третья, поэт, который сейчас якобы думается, что поэт. Но все это перемешано все равно. Нет ответа, никто не знает. Столько людей было талантливых за мою биографию, которые уходили в другую жизнь, не переставали писать стихи, а на начальном этапе были удивительные у них в поры. Но они вот все, и канули в лету, и канут, потому что не продолжили этим заниматься. Наоборот, когда люди писали какие-то такие среднедряные стихи, вот, например, я, правда, вот я потом все это, но я писал много, мне было, ну, что там, изливал, потом все это, вот такие кипы, уничтожилось там, ну, что-то отобралось потом, но в конце, перерабатывая вот эту вот руду, трудясь в этом направлении, я пришел, допустим, лично, к какому-то пониманию, что такое я, как в поэзии, да, я такой конструктор, стихи конструкции я сочиняю, вот такие. Мне интересно, надо делать то, что тебе интересно, вот, понимаете, но в любом случае, если ты чем-то занялся, то надо понимать, понимать, что это не просто там ради удовольствия, особенно вот поэзия, это не будет все время удовольствием, это на самом деле очень много, вот каждый раз, вот я позавчера там тоже сочинил стих, а у меня там внутри, ах, черт, честно, хороший, плохой, переживаю, понимаете, а хочется, чтобы хорошего, чтобы себя самого там, внутри оценить, что я чего-то стою, вот, сегодня посмотрел, вроде хорошего. По вашему мнению, нынешняя поэзия современная, она как все-таки в упадке, в развитии, в каком-то, будут ее в школах потом проходить, через энное количество лет? Да посмотрим. Вот, Вознесенский, по-моему, Андрей говорил, шестидесятники, которые собирали, как бы, стадионы там, в шестидесятых годах, двадцатого века, он говорил, что те стихи, которые мы исполняли тогда на стадионах, в наши тома, вот, наши, наших сочинений, почти не вошли. Мы потом написали те стихи, которые вошли в историю поэзии их, как бы, поколения. А в то же время, допустим, вот мы знаем того же Игоря Северянина, да, вот он выступал в салонах с этими, ананасов, шампанском, там, и все, вот только эти, как бы, они яркие, интересные, да, вот они остались. После этого он написал очень много хороших стихов. Есть книги, но они таким же другие, они уже из другой оперы, они хорошие стихи, но их, но они не, не вот так вот не выделятся. А я считаю, что нужно, чтобы выделялось. Понимаете? Вот если ты занимаешься, чтобы ты выделялся, ищи свою, какую-то, не знаю, гору, в которую еще никто не забрался. К вам в основном приходят новые авторы все время, или, то есть они вот сменяются, или все время какой-то круг есть? Нет, по-разному. Есть и круг, есть и те, кто участвовал давным-давно, они периодически приходят, вы там и были свидетели, то есть когда вы снимали, это все. Есть люди, которые как бы все время, Гесси новые, да, постоянно появляются. Тут уже, по-моему, около четырех таких поколений как бы все это перемешано, а поскольку сейчас много происходит, вот вы были на двух акциях, вы видели что-то, но вот сегодня, допустим, кто-то будет из тех, кто был раньше, даже вот в тот прошлый вторник, вот тогда, но будут люди, которых вообще не видели. Но не потому, что они в первый раз пришли, а потому, что они черти когда с нами там сотрудничали, а сейчас вот, вы поймите, поэту очень нужно сочинять стихи, а не может их исполнять, да, поэтому спокойно человек уходит через полгода раз там. Сейчас нет такого, что если человек выступил в проекте Антипенко, значит он там, театр поэтов послушать, нет. Сейчас люди, поэты, да я сам иногда участвую, там выступлю, там, там, вот, ну, это все, так сказать, переплетено. Я не знаю, отвечаю на вопрос, да, да, даже не я, некоторые вопросы просто пропускаю, потому что вы уже сами к ним переходите. Хочется спросить, на ваш взгляд, все-таки поэзия варится в своем соку, как-то вот в этих обществах? Хорошо, я озвучу, выход в массы есть. У меня такой сейчас возник мысль-образ, мысль-форма, да, я ее еще раз озвучу, вот, я это просто на одном интервью озвучил. Я считаю, что вот сейчас современная поэзия, да, это вот такое вот огромное поле, да, непаханное, на котором растет все, и незабудки, и чертополох, и прекрасные какие-то гиацинты, и эти самые, как их называют, ну, цветы такие, орхидеи, да, вот, еще не зацелили, понимаете, и все, и сорняки, и черти что, и вот это все, понимаете, вот, и когда человек вот так вот приходит к этому полю, что же такое современная поэзия? Он так смотрит, и видит вот эту вот пестроту, Господи, да ничего нет, на самом деле все есть, только нужно выбирать, кому что нравится, понимаете, вот такой, я считаю, подход. Да есть еще одна тоже мысль-форма, которой я придерживаюсь, что современная поэзия, это то, что читают современники, да, вы знаете, каковой популярностью в том же контакте пользуется, допустим, Владимир Маяковский, вот я тут на днях, 8 марта, выложил, значит, там что-то, надо быть с женщиной, хочется что-то теплое, я не помню, как там точно, ну, на ночь остаться, а сам я железный, я так, например, и больше всего вот этих перепостов, там мне нравится, там разрослось до сотни, хотя у меня там больше десяти никогда не было, понимаете, вот, то есть, поэтому получается, что Маяковский тоже современный, современный, Есенин, у всех вот, так сказать, кого сейчас люди читают, есть современная поэзия, другое дело, что есть люди живые, которые пишут эту поэзию, да, это уже другое, сколько там времени другое дело, сколько там времени другое дело, 25.32, мне кажется, что мы даже прошлись по всем, ну, в общем, да, я думаю, что вы все равно там вырежете какие-то кусочки, ну, да, уже я так прям вижу, минимально, что есть все, спасибо, что не задавали дурацких вопросов, спасибо, что вы отвечали, с чего начинался, театр поэтов, я бы вам так отторомально положил.